2 августа состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области Анатолия Чадова и председателя Совета ректоров вузов Оренбуржья, ректора ОГУ Владимира Ковалевского. Стороны намерены тесно взаимодействовать в сфере защиты прав и свобод человека. Согласно подписанному соглашению, представители вузовского сообщества и аппарата Уполномоченного по правам человека будут принимать участие в совместных совещаниях, семинарах, круглых столах, конференциях, обмениваться научно-методическими материалами, оказывать взаимную консультативную помощь по всем вопросам, связанным с нарушением конституционных прав и свобод оренбуржцев. Цель соглашения заключается в том, чтобы объединить усилия вузов Оренбуржья в лице Совета ректоров, который возглавляет Владимир Петрович Ковалевский, объединить все организационные, кадровые, интеллектуальные, технические, наверное, правовые ресурсы, имеющиеся у сторон и у аппарата Уполномоченного по правам человека, но, естественно, в высших учебных заведениях области, особенно в направленности юридического профиля. Мы готовы будем предоставить наши площади и участие сотрудников в организации практики студентов, в основном, наверное, юридических специальностей наших вузов, практики ознакомительной, производственной, преддипломной. Думаю, что и в подготовке студентов, юридических кадров мы посильную помощь аппарат, я имею в виду, будем оказывать. Вузы Оренбургской области – это колоссальный потенциал, это десятки тысяч студентов, сотрудников, профессорско-преподавательский состав, я имею в виду общую, скажем так, структуру, а если говорить еще и выделить вот эту составляющую юридическую, то есть юридические факультеты, это действительно потенциал, который позволит распространять ту информацию, оказывать правовую помощь, потому что аппарат уполномоченный, он достаточно ограниченный, скажем, те самые два с лишним миллиона населения Оренбургской области, он, естественно, не охватит. А используя потенциал вузов, это можно сделать. Ну, действительно, вот Анатолий Михайлович правильно отметил, что в вузах, где ведется подготовка юристов, уже более пяти лет существуют правовые клиники, которые оказывают помощь населению на безвозмездной основе. Это, как правило, работают студенты под руководством опытных наших преподавателей, практикующих адвокатов, юристов. Ну, я считаю, что это очень такой полезный шаг мы делаем, очередной в развитии и становлении гражданского общества, если в целом говорить, ну и конкретно вот в той сфере защиты прав и свобод человека. Анатолий Михайлович